Ты покушал, у тебя есть... А у тебя хватает всех компонентов ези, которые нужны на тренировку? День добрый, друзья! На канале Блокосвет не было выпуска про спортивное питание. Сегодня мы расскажем вам немного о спортивном питании. В каждой своей подготовке я использую свой комплекс. Он состоит из протеина, БЦА, комплекс амина, креатин для связок и суставов и комплекс амина. Мне было бы интересно, чтобы специалисты подсказали мне, что я могу добавить, чтобы в подготовке обходиться без травм и, самое главное, повысить выносливость. В первую очередь, надо, конечно, посоветоваться с диетологом, который составит программу питания для подготовки к соревнованиям, к бою. И, исходя из этого, уже расписывать ваш курс спортивного питания. Перед боем, конечно, для сгона веса, для сушки используются БЦА, карнитин, изотонические напитки, которые помогают вам выгнать, скажем так, вашу лишнюю воду и оставить максимально сухую мышечную массу, чтобы были без лишнего жира и воды подготовлены к этому бою. И мы, например, сотрудничаем с многими сильными бойцами, которые участвуют в российских промоушенах. Мне просто интересно было у тебя спросить, что ты используешь за 2-3 недели до своего старта. В процессе подготовки я принимаю, например, криотин, который за 2 недели до боя я его полностью убираю. Чтобы не задерживать, то есть сходу, да. Потому что перед боем у тебя есть всегда лишние килограммы, а они должны уйти, и поэтому, чтобы они быстрее ушли, криотин я убираю. Помимо криотина, последние 2 дня, наверное, перед боем, когда у тебя уже осталось максимальный вес, вес, который ты можешь убрать, да, за день, за 2 до боя, я убираю ДЦА, убираю практически все, что может там задерживать воду, чтобы быстрее ушло, чтобы быстрее сам вес ушел. А почему, например, в подготовке не используешь аргинин, который усиливает кровоток в мышце, то есть кровь, бой мышцы тебя будет насыщаться больше кровью, кислород будет попадать, хорошее восстановление, пампинг тоже будет идти. Я пока не принимал их, я мало что не услышал, поэтому мне скорее вынуждено ее рассказать. Да, да, да. Когда его лучше принимать, и стоит ли его принимать вообще? Но опять же, это все начинается от диетолога. Один организм реагирует на него так, другой по-другому. У бойцов, у нас не было опыта именно по приему аргинина, как на финальных стадиях, так и на начальных, у бодибилдеров он хорошо используется для пампинга, то есть он не обязательно, то есть ты можешь какое-то, например, просто банальное отжимание делаешь, банальное, серию банальных отжиманий, принимаешь аргинин до и после, и то есть мышцы, ты видишь, как они наливаются, но они не наливаются водой, то есть идет расширение такое. Ну, у нас, как для бойцов, основная задача не накачаться. Ну, да, 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 семье. Поэтому, не знаю, целесообразно ли принимать аргинин? Ну, почему? То есть в процессе подготовки 100% целесообразно, и аргинин не то, что такая добавка, которую используют, например, бойцы, или там бодибилдеры, или бодибилдеры, или простые спортсмены, аргинин используются даже простыми бабушками, дедушками для хорошего кровотока на ночь, чтобы мозг работал, как бы, это такая добавка, ну, безобидная, то есть она помогает повысить кислороду в мышце, вот так, если так, ну, более просто объяснить ее. Кровоток, она, то есть твой сосуд расширяется, и больше крови идет по сосудам. Что, наверное, у меня даст иму для процесса? В процессе хорошее восстановление. Для силы, как, например, силовые показатели улучшают, конечно, креатин, но с креатином надо очень осторожно, как бы, не переборщить, потому что, чтобы не залил тебя водой, но это заливает водой в основной массе, это моногидрат, классический креатин, который использует большинство людей, также распространен креатин с транспортной системой, который, по исследованиям, он не задерживает, то есть воду, ну, и сохраняется тот же эффект моногидрата. Ну, а какой у вас, например, у фирмы лучше бы использовать? Продукцию, в которой содержится импортное сырье, это европейское или американское, которое, во-первых, не навредит тебе, и которое даст хороший, хороший толчок в своих тренировках. Это самое главное. Главное качество выбирать хорошее. Вопрос такой еще по поводу выносливости. Что вы в первую очередь посоветовали бы, чтобы поднять? Конечно, это на тренировке изотонические напитки. Л-карнитин можно использовать, то есть ваши жиры будут расщепляться и давать вам энергию, и как бы спотом выходить во время тренировки. Есть предтренировочные комплексы, которые ей запрещены, но, опять же, это выбор каждого, принимать их или нет. Есть комплексы, которые с закрытыми формулами делают. Опять же, во всех предтренировочных комплексах содержится аргинин. Это главный компонент. Аргинин и креатин. Вот, так скажем, ваш энергетик разрешенный. Предтренировочные комплексы, сколько ни принимал, какие бы ни были, я ни разу самый сильный, мега сильный. Сколько я пил, крохал, ни разу никакие чувства не было. Согласен. Я, в принципе, как сам, как спортсмен, может, и бывший, то есть рецепторы, мои рецепторы, не воспринимают те компоненты, которые содержатся внутри. Просто можно, да, или поменять, попробовать другой бренд, допустим. Я попробовал, и рад, и... Ну, в плане в этом, специалисты советуют отказаться от предтренировочных комплексов и использовать больше аргинина. Ну, как вот, это как многие говорят. То есть он дает такой эффект энергетика. Конечно, это не суперэнергетик, который есть в запрещенных препаратах, но, опять же, он даст толчок. Это очень, как бы, такая добавка. Повысит выносливость, да? Да, повысит выносливость, как бы даст энергию на тренировке, опять же, в совокупности с изотоническими напитками, витаминно-минеральные комплексы в порошке разбавлять на тренировку, обязательно использовать. Поддерживать вашу выносливость. Можно на тренировке использовать, также использовать после тренировки. В данных видах спорта, да, мы в процессе подготовки, да, и вообще на тренировке ты зачастую очень много получаешь травм, и все спортсмены принимают для связок, для суставов. И хотелось бы твое мнение как специалиста узнать, самое эффективное средство. Ну, много ходит разговоров, да, что, например, там, минимум флекс самый сильный. Да, да, да. И, ну, с другой стороны, многие говорят, да, что там просто есть немножко обезболивающее, которое просто выбирает боль, а по факту ничего не лечит. Эти комплексы все содержат в самых два, три главных компонента. Это глюкозамин, хондроитин, МСМ, которые, если у вас, например, разорваны связки, то эти связки, этот препарат, понятно, что одним днем не восстановят. Эти препараты все созданы для того, чтобы предотвратить разрывы, там, расколы. То есть он, ваш сустав, будет укреплять, и будет у вас меньше процент на получение травмы. Ни в коем случае, что это не как таблетка от всех разрывов и от всех травм. Это идет как более поддерживающий, который был препарат, который поддерживает ваши суставы, связки, в хорошей форме. Вот это самое главное. А самые эффективные, на ваш взгляд, препараты? Все очень по-разному говорят. Все говорят, да, Animal Flex очень хороший препарат, который все расхвалены. Но, опять же, многие люди принимают его и ни особого эффекта не видят. Я бы посоветовал брать препараты классические, которые содержат глюкозамин, хондроитин и МСМ. Это, опять же, такая дебафа, которая помогает восстановлению и укреплению связок. Ты, например, уже понимаешь, да, вот у меня комплекс протеин, комплекс амина, БЦА, да, креатин, ну и все, на взгляд, да? Как мне все это распределить в процессе подготовки, когда у меня две тренировки в день? Все, ну, протеин, ну, то есть, что суперэффективно, как бы супернужная добавка. Но, опять же, протеин – это простой белок, который можно получить из курицы, из других, например, продуктов. Если протеин – хорошая тема, если у тебя, например, после тренировки не получается быстрый обед или ужин, или, там, ты туда делаешь коктейли с протеина, получаешь необходимое количество белков, и все, как бы, закрываешь этот период обязательно. Ну, то есть, как на одном протеине весь целый день питаться – это 100% – это не надо. Да, да, самое главное – хороший прием пищи, правильная пища, расписанная, что было вовремя. По поводу БЦА, например, я, как бы, считаю, что это один из самых главных препаратов на подготовке. Он, во-первых, не дает мышцам расщепляться, скажем так, разрушаться после тренировки, предотвращает катаболизм. Самочувствие будет 100% лучше, и, главное, ты будешь восстанавливаться хорошо. Хорошо протеиновые батончики, например, ты можешь ехать на тренировку, например, ты не можешь коктейль, например, пить метро или в машине, ты берешь протеиновый батончик, делаешь перекус, получаешь, например, 20 грамм белка. Я понимаю все немножко иначе. Пере тренировкой я вообще ничего не понимаю, потому что я считаю, что организм еще молодой, сил своих немерено, поэтому все, что у меня уходит, когда после тренировки, после тренировки я смешиваю БЦА, ну, я размешиваю протеин, да, когда добавляю комплекс амина, БЦА, креатин, все, что есть, я вот такой микс, после каждой тренировки сразу и все. Пере тренировкой я обычно вообще ничего не понимаю. А витамины, минеральные комплексы, изотоники? Не, ну, не витамины в таблетках, то есть перед таблетки, таблетки выпал перед тренировкой. Витамины, витамины, это само собой понятно, витамины там, амика-3, это все во время ими. Угу, да. Пере тренировкой не смешиваю. Да, 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 да. Изотоники, да, во время тренировки, после тренировки я вот то, что если происходит, если пью, то после тренировки, когда особенно хочется воды попить. А во время тренировки тоже используешь, правильно? Да, глоточек не больше. Но почему? Ну, по-любому, по-любому надо какой-то минимальной воду, чтобы у тебя в организм попадало. Ну, я же говорю, это по желанию просто. А, ну, по желанию, да. По желанию, да. Не так, не чтобы опить такое кузо и закручить переборку. Ну, я бы, например, посоветовал бы 100% прием БЦА перед тренировкой, это 100%. И после тренировки это понятно БЦА. И, конечно, я добавил бы еще аргинин обязательно до и после тренировки. То есть... Если две тренировки в день делаю. Ну, ничего страшного, значит... Да, 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 да. И перед после? Ну, да. А перебора не будет? Ну, не будет, надо сейчас распределить прием по граммам. То есть, если ты перед тренировкой ничего не выпил, допустим, то организм откуда-то должен брать, ну, какие-то вещества, которые будут сжигаться изнутри, да? Если ты не выпьешь, например, на тренировке, ну, перед тренировкой, то организм будет сам сейчас едать, скажем так, допустим, ну, к примеру, говорю. Ну, у меня тут все происходит. Ты перед тренировкой обычно за 2-3 часа ты кушаешь, да? Да. У тебя и... Ты покушал, у тебя и... А то... А у тебя хватает всех компонентов еди, которые нужны на тренировку? Ну... Надеюсь. ну, 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 это хорошо, как бы, если все... Ну, как ты считаешь, так, ну, так и происходит. Ну, в мое мнение, я бы добавил бы цаи аргинин перед тренировкой. Да. Да. Это, во-первых, не навредит, потому что это никакая не химия, ты используешь бабулю-дедулю, тот же аргинин, и хуже тебе не будет. В последнее время, вот, во всех протеинах, которые не пускаются, в каждом протеине там, он там уже есть, БЦА там, БЦА там, и там, и много всего этого, да? Конечно, БЦА. Если ты, помимо того, что в протеине есть БЦА, отдельно ты будешь принимать БЦА, это перебором не будет? Смотри, какая дозировка будет протеина. Во-первых, в протеинах содержится, в хорошем случае, если 5 грамм БЦА на порцию, но это очень хорошо будет, опять, ну, а 5 грамм БЦА, это очень мало, то есть, дневная норма у профессиональных спортсменов от 15, до 20, до 30 доходит грамм БЦА в день, но это уже все индивидуально принимают. В протеине, конечно, содержатся, ну, комплексные аминокислоты, которые, то есть, можно получить из мяса, из, там, овощей, из орехов, это все есть в протеине. Например, БЦА можно получить только из этих препаратов, то есть, как бы, нельзя взять и с филе куриного, из бананов, или с фундука, допустим, то есть, то есть, я так понимаю, что, когда ты принимаешь БЦА, ты должен понимать, сколько ты принял в протеине, дозировать, да, и не превышать его, да? Ну, если ты там превысишь на 5 грамм, ничего с тобой страшного не станет, то есть, ты там, то есть, тогда можно принимать суточную дозу БЦА, то, что отдельно БЦА, и то, что идет в протеине, ничего страшного не станет? Да, ты же не пьешь протеину 5 раз в день. Ну, один-два коктейля выпиваешь, да, 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 ну, значит, если ты рассчитываешь, сколько ты принимаешь БЦА в день, уменьшить после тренировки не один черпак выпить, а половинку, чтобы не было, чтобы там не бояться, что там будет какое-то перенасыщение, но БЦА мало не бывает, как говорят спортсмены. Небольшой совет для всех любителей сладкого, да, по поводу ваших батончиков. Есть ли смысл их принимать, если ты гоняешь вес, то не есть ли смысл, а не опасно ли их принимать? Очень надо осторожно, потому что содержатся углеводы, в период сушки, конечно, с батончиками можно завязать. После боя, там, после соревнований, без проблем, можно кушать и ничего, наслаждаться, скажем так, жизнью от батончиков. Смотрите, вот здесь у нас, представлены два бренда, это SupplyMax, это польский бренд, который был создан шесть лет назад, он производится в Польше по контрактному производству, на заводе, где производится около 10-15 брендов, известных, из сырье содержится немецкое, то есть все сертификаты GMP, ISA, HASP на нем есть. В России эта продукция уже прошла сертификацию SGR, то есть сертификат качества, вся продукция была проверена в лабораториях, и она высокого качества. То есть она проходит очень длительную процедуру сертификации, это не один и не два дня, сертификация может длиться от двух до пяти месяцев, потому что собирается не один десяток документов завода, проходят две лаборатории, на первую, на проверку на допинг проходит, чтобы спортсменам это не упало, и после соревнований не показало какой-то запрещенный препарат в крови. Ну, жесточайший контроль над качеством идет. А еще я так, такой вопрос, как специалисту, да, по поводу российского спортивного питания, да, они тоже все говорят, что качество очень хорошее, что вы думаете по этому поводу? Марка автомобиля Жигулика Дэнстайна, Мерседеса? Нет. Ну, это мне кажется, ну, вот это ответ вот просто, простой белок, есть высшая степенеческая, есть производственный белок, есть высшая степенеческая изоляция, и все далее, и все остальное. Чтобы это произвести, требуется определенных усилий, средств и так далее. И поэтому цена хорошего продукта не может никогда стоить дешево. Никогда дешевый продукт не будет качественным. Это можно с любым спорить, и кто может, что хочет доказывать, что у них там супер какие-то производства, по производству дешевого продукта. Этого никогда не будет. Хорошая продукция, обычно вся европейская, американская продукция, она не дешевая, но она соответствует своему качеству. Российские бренды, все хотят на за один день заработать очень много денег, и потом закрыться, и все. Ищи свящи, называется. А мировые бренды, они годами вкладывают в исследования, по 30 лет уже на рынке, и они зарекомендованы как продукты высочайшего качества. И мы, когда заходили на российский рынок, на белорусский, на казахстанский, заходили с продуктом, который будет соответствовать своему качеству. Он не дешевый. Есть продукты более дешевые, но есть продукты дорогие, которые премиум класса, которые мы пропагандируем себя как продукты премиум класса для достижения высоких результатов. А на счет российских брендов, ну, у каждого выбор всегда за спортсменами. То есть, если они хотят продукт дешевый, пожалуйста, если хотят более дорогой, они это вправе выбирать. Выбор все время за людьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова